В столице прошел финал турнира по боксу памяти погибших сотрудников милиции. В нем приняли участие спортсмены из Приднестровья, Молдовы и Гагаузии. Больше всего побед одержали наши боксеры. Подробности у Юрия Чернявского. Турнир по сути детский, но все по-взрослому. Несколько напутственных слов от тренера и на ринг. После гонга восьмилетний терраспольчанин Иван начал активно атаковать соперника с Чедерлунги. Заслуженный тренер по боксу Вадим Гетманчук буквально срывает голос, подбадривая своего бойца. Это моя работа. Мы даемся всей душой, всем эмоциям. Все отдаем детям, чтобы они были бойцами. В этом поединке безоговорочную победу одержал воспитанник столичной школы бокса Иван Колесников. Ваня начал заниматься боксом еще до того, как пошел в школу. За два года регулярных тренировок и соревнований в прямом смысле успел набить руку. У тебя уже девять штук таких, да? Где ты их хранишь? У тебя дома в копилке. Кто-то смотрит на них, приходит посмотреть? Да. Кто? Мой папа и бабушка. Я пожелаю всем боксерам, чтобы победили все. Сегодня финал. До него добрались 48 спортсменов. Изначально было больше сотни. Это как местные, так и боксеры из Молдовой Гагаузии. Сегодня на ринге только самые сильные и выносливые противники. Ребята получают колоссальный опыт. Вы понимаете, они делают первые шаги на ринге. Вы понимаете, они уже готовятся к серии. Но уже мечтают стать чемпионами. Да, однозначно. Это хорошо? Конечно, это здорово. Тринадцатилетний Женя как раз один из таких. Полгода назад записался в столичную секцию бокса и уже одержал шесть побед на разных соревнованиях. Сегодня у юного спортсмена в копилке очередная победа и медаль. Твоя мечта какая? Стать профессиональным боксером и выступать на Олимпийских играх. Соревнования проводятся под патронажем МВД. Глава ведомства следит за поединками и лично вручает юным спортсменам награды. Виталий Нягу говорит, у милиции есть свой профессиональный интерес. Мы в каждом из спортсменов, особенно те, которые находятся в обществе «Динамо», видим потенциального сотрудника милиции в будущем. Естественно, мы проводим определенную селекционную работу и всегда рады тому, если спортсмены примут решение служить в гормонах внутренних дел. По итоговым результатам больше всего побед одержали приднестровские боксеры. Следующие такие соревнования пройдут только через год. К этому времени юные боксеры обещают еще больше подтянуть ударную технику. Юрий Чанявский, Игорь Мацота, ТСВ.